Так, привет ребятки, привет, привет всем, включаю сегодня с не очень хорошей новостью. Помните, сразу после начала терапии с Ибранс я такая металась во все стороны, потому что я слышала, читала в интернете вернее, что у большинства женщин, принимающих Ибранс, есть поломка в генах ПИК, Драйка или ПДЛ-Айнс. Ну так вот, я всеми путями и не путями пробивала почву и записывалась в платные кабинеты, что проверили мою опухоль после операции, есть ли в моей опухоли мутация или ее нет. В итоге получилось так, что сама моя клиника проявила желание мне сделать это обследование. И что вы думаете, сегодня пришел результат, и у меня, блин, это поломка, ПИК, Драйка. Это означает, что терапия с Ибранс может на меня и не подействует. Через несколько дней ПЭТ КТ, и я уже сижу и думаю, что там будет. С одной стороны, меня успокоили, сказали, что есть другой медикамент, другое лекарство, которое для меня более подходящее, но оно еще не пришло в Германию. Оно придет на рынок в Германию где-то в декабре месяце. Поэтому есть еще несколько месяцев до тех пор, что делать. А что делать? Короче, нашли для меня клинические испытания, которые проводятся в городе Ауксбург. И ход действий такой. Я иду на ПЭТ КТ, потом на следующей неделе делаю МРТ печени. Тут многие спрашивали, почему и ПЭТ КТ, и МРТ. Потому что ПЭТ КТ смотрит, вычисляет, есть ли другие свечения, а МРТ просто проверяет размер на хлебников, уменьшились или нет. Просто так для того, чтобы картина была более ясной. Она мне звонила с отделения, как же называется это отделение, по-моему, Tumor Genetic на немецком языке. Я ее спросила, так что мне делать дальше, так что мне надо ехать туда в Ауксбург и записываться на эти клинические испытания. И она говорит, нет, ничего не надо, потому что мы все сделаем, или потом мы вас научим, что нужно сделать дальше. Но вы по всем критериям подходите под это испытание, поэтому проблем нету, паниковать не надо. Также я спросила, а это означает на 100% что и Бранса мне не подходит? Она говорит, нет, конечно же нет, и Бранса тоже очень хорошее лекарство, но вдруг, если оно не подействует, есть другая, более подходящая для вас терапия. За два дня у меня такие изменения. У меня болит плечо, а если вы помните, у меня как раз в плече был один метастаз. У меня всю жизнь болело это плечо, даже не плечо, а между позвоночником и плечом, где-то вот на лопатке у меня там была межребренная невралгия. Если я проводила длинную дорогу в машине, работал кондиционер или что-то типа такого, у меня там этот нерв то ли защемляло, то ли он простывал этот нерв, и меня начинала убивать такая притупленная боль, и не проходила по месяцу. Вот у меня опять 25, опять то же самое боль, и опять в том же месте. Связано как-то ли это с метастазами или нет, я не знаю, причем я помимо Эбранс, я еще мне коллидиносумаб, это лекарство специальное для метастазов костей. То есть я не знаю, я сейчас уже думаю, как, а за 3 месяца, может у меня все там выросло. Сама себя успокаиваю, думаю, а жила бы я там 10 лет тому назад, не было вообще, никто не знал о этих поломках в генах, сейчас медицина все-таки шагнула вперед, и есть и опции, если это не подойдет, значит есть еще что-то другое, это опять же не химиотерапия, химиотерапию мы будем делать уже в последнюю очередь, наверное, потому что химичиться долго не можешь, ну сколько ты протянешь на химикатах. Долго все равно не протянешь, не знаю, что делать, я так сильно переживаю, я рассказала Дорину, он говорит, вот видишь, я уехал домой, я так и знал, что нужно поддерживать, я говорю, стоп, мне сразу сказали, как только позвонили, без паники, ничего не случилось, просто мы ставим вас в известность. И вот я вас тоже ставлю в известность, те, у кого опухоль гормонозависимая, сдайте, пожалуйста, на Пик Драйка и на ПДЛА, потому что это очень важно, если есть поломка в генах, значит вы будете уже знать, как действовать дальше. Мне там уже несколько дней подряд пишут девчонки, как и мне помогла и Бранс, и что мне нужно срочно что-то делать, девочки, так я же не лечу сама себе онкологию, а что мне делать, я же надеюсь на то, что результат будет положительный, вы тоже такие интересные пишите мне такое, я понимаю, что с благими намерениями, но у меня надежды, это обескураживает, когда все, там, не все, но несколько пишут, что вот, переходите на не знаю какую терапию, ну что, я пойду в аптеке, куплю себе капельницу, то, что вы мне советуете, и начну дома себе колоть. Я понимаю, что вы меня подготавливаете, но блин, к этому никто никогда не готов. К чему готовиться? Я настраиваюсь на то, что, а вдруг поможет, потому что есть вероятность, что, может, эти 3 месяца, может быть, будет стабилизация, может быть, они не будут расти, и это уже хороший, хороший результат. Если будет стабилизация, то я не знаю, будут ли мне продолжать давать эти таблетки и Брансу, или же переводят меня на другие таблетки, или на это клиническое испытание. Не знаю, с этими клиническими испытаниями тоже немножко переживаю, потому что некоторым вообще пустышки дают, там плацебо и всякое такое. Не знаю, короче, боюсь. Ну как боюсь, тут мне подружка одна сказала, что вы тоже реагируете на мое настроение, я просто с вами общаюсь как с подружками, я не хочу вам портить настроение, я просто хочу, чтобы вы были всегда, ну, в курсе моих происшествий в жизни, и снимаю чаще влоги, и понятно, что когда тебе такую новость преподносят, то ты не самый счастливый и не самый радостный, поэтому вот эмоции самые чистые. Я только, только-только поговорила с медиком, потом позвонила мужу, его сразу же вам записываю в видео для того, чтобы вы знали. Можете мне писать, что вы об этом думаете. Я уже буду ждать тумор борта, и, наверное, на следующей неделе, уже посреди недели, у меня будет результат, я с вами поделюсь, что там с моим ПЭТ-КТ, и что дальше с моим лечением. Я очень сильно надеюсь, что если мне подойдет это лекарство, может сам процесс меняловки, пока я буду меняться в Аугстбург, это не будет длиться очень долго. Может быть, они как-то смогут передать мои документы сами, или, ну, сами же предложили, сами мне нашли клиническое испытание, значит. Ну, я надеюсь на них, все-таки Германия. Все, девчонки, вот такие вот у меня сегодня новости, вот такое вот видео. Извините. И знаете, что я, мне кто-то там писал, что ты смотри, вот видно по глазам, что ты психуешь, да, я психую, я такая, знаете, вот на эмоциях все рассказываю, но как вы мне сказали, что я выключаю камеру и начинаю плакать, нет, я наоборот вообще не плачу, я вообще не плачу. То, что я переживаю за результат, конечно же, я переживаю, что будет, потому что я хочу, чтобы все было хорошо. И я очень хочу прожить еще несколько лет, хочу до 80, но надеюсь хотя бы на несколько лет, потому что мне надо продержаться, платить детям за курс, а кто будет им платить? За квартиру, за курс, за все. Мне нельзя. Мне нельзя умирать, у меня есть планы. У меня есть еще невыполненные задачи. Мне нельзя. Все, всех целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok